Добрый день! Хочу показать вам интересные вещи. Такой вот документ, удостоверение на право управления автомобилем. Выдано оно в 61 году. Как выглядели госзнак 57 год, как выглядели раньше документы. Такая вот печать интересная. Звезда, серп, молот. Такая сеточка. Напечатать такой бланк было сложно. Печать. Печать не гербовая. Вот. Выдано госавтоинспекцией УВД, МВД по Новосибирской области. Номер 40. Нет, на основании там 1961 год. Вот. Так вот выглядели права. И к ним шел вот такой вот талон предупреждений. Тоже Новосибирск. Чего еще у нас тут? Так вот выглядит. Так, а я вам показывал. Я всегда был в кадре. Ага, ну давайте я вот так ушел. Что-то не разглядели. Вот тут циферки по кругу. Вот. Мне здесь очень понравилось, заинтересовало, как, за что перечень нарушений правил дорожного, нет, правил движения, за совершение которых производится отметка о предупреждении. Так, и давайте я вам сейчас прочитаю их. Если вдруг не видно, или там мало ли. Превышение скорости в опасных условиях. То есть не просто, вот, а скорость превысил все. Именно в опасных условиях. Обгон в непосредственной близости встречного транспорта. И на крутых поворотах. То есть тоже такое. Ну сейчас, давайте все прочитаю, потом скажу свое мнение. Езда по левой стороне, создающая угрозу встречному транспорту. Управление транспортом с неисправностями, угрожающими безопасности движения. Нарушение правил проезда перекрестков. Нарушение правил перевозки пассажиров на грузовых автомобилях. Ослепление светом фары водителей встречного транспорта. Провозь людей в кабине сверх установленной нормы и на подножках. Так, удостоверение задержан за, ну здесь вот идут эти, МПФ, госзнака, 1960 год. То есть многие формулировки, вот чем оно интересно было, видимо тогда коррупции не было, что они расплывчатые. То есть была опасна это в условиях превышения скорости или в неопасных. То есть инспектор ГАИ решал уже, как поступить штрафовое, ну вносить это предупреждение или пробивать талон, не пробивать. Также вот обгон в опасных условиях, не в опасных. То есть здесь можно было, ну не просто слепо следовать букве закона, а именно, ну исходя из ситуации. Вот, опять же, довольно перечень-то небольшой. Если сейчас мы поглядим правила, то там куча каких-то всяких пунктов, подпунктов, как, что, кто виноват, где, кто. Вот, допустим, здесь не пропустил, скажем, дорогу, ну преимущество, допустим, встречного движения, а вот он не дал этому ничего, ничего здесь нету. Или еще каких-то вещей. Ну и опять же, наверное, машин раньше было намного меньше, как-то люди уважительнее относились друг к другу. Ну, проще было как-то все это решить. Ну, вот опять же, вот любят показывать где-нибудь там в Индии, едут все вроде как хотят, и никто не сталкивается, и все хорошо. Но вот когда есть какие-то вот такие вот вещи, то может... То есть, скажем, там машин относительно населения, это тоже у них, я думаю, процент небольшой. Поэтому люди могут как-то договариваться, там объезжать. То есть, вот это вот... Когда машин становится много, когда начинаются вот эти вот всякие нюансы, стойки, уже сложнее решать, кто прав, кто виноват. Один шумит, я ехал, зеленый другой говорит, я ехал, а кто на самом деле? Вот. Ну, опять же, и скорости раньше-то были, насколько там ее мог превысить водитель. То сейчас-то можно в несколько раз при желании на крутой машине превысить. Вот. Ну, не знаю, но здесь как-то вот оно... Мне вот что понравилось, что оно здесь как-то человечное. Здесь, ну, другой вот в нынешних условиях человеческий фактор, конечно, такой вот опасно-неопасно, это бы уже решалось только. Вложенной денежкой рядом с талоном. Вот. А вот когда-то были времена, когда можно было вот так вот решать. Так, ну что-то, наверное, много-немного. Вот такие вот были документы в советское время советских граждан. Вот. Ладно. Всего доброго. Если понравилось, ставьте лайки, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал и так далее, как обычно. Что желают и просят создатели видео на YouTube. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok